итак мы с вами разобрали все чувства сейчас я вам расскажу то от чего мы начнем раз говорить а вообще о жизни у человека есть три психических канала главных которые один по центру идет вдоль позвоночника и называется канал сушумно он отвечает за энергию жизни человек если он истощается он постепенно с возрастом все меньше там силы меньше человека сгибает не уменьше сил жить становится и это значит что как бы он стареет но если человек занимает спортом активно движется у него центральный канал может быть достаточно крепким всю жизнь иногда старички бодрые такие но это значит они свои силы и аскезы продлевают всю жизнь заставляется бегать прыгать двигаться не скучают по бокам есть два психических канала которые отвечают за пол слева канал идет психически называется на и называется и да ну канал называется нади и до нади психический канал и до женский а пингала мужской справа и вот этот и до нади женский канал по тему течет энергия психическая какая энергия нежности доброты гармонии близости в отношении идет течет энергия красоты заботливости и так далее женская энергия у всех у мужчин у женщин мужчин есть красота заботливость есть доброта нежность все есть но в три раза меньше чем у женщин ну чтоб вы знали женщин потому что три печи такой ненежный вот таким родился мужиком что делать у всех его мужчин у женщин с правой стороны течет энергия активности силы воли храбрости терпение стойкости мужества сосредоточенности влиятельности преодоления с правой стороны течет энергии и у женщин тоже есть иногда мужчина женщину спрашивают ты чё такая настойчивая у нее тоже есть но в три раза меньше мужчины с правой стороны психики находится у человека связь социумом поэтому мужчина он хочет побеждать социум там находится его поле деятельности в жизни ему надо побеждать там туда направить силы а с левой стороны психические левая сторона тела связано с семьей с личной жизнью с близкими отношениями поэтому женщина должна туда направить свои силы это легче хотя для женщины больше энергии трагит тратится на близкие отношения не больше энергии сил тратятся потому что там находится ее счастье мужчиной больше энергии тратится на работу на деятельность там находится его часть причем интересно знать если у мужчины в деятельности все хорошо то он становится крепче в личной жизни А если у женщины в семье все хорошо, она становится крепче на работе. Если у женщины работы личной жизни нет, и она одинока, у нее нет отношений с подружками активными, с близкими родственниками, то тогда и работа страдает. То есть женщина имеет фундамент, жизнеэнергетический фундамент от близких отношений, поэтому она должна быть всегда сильна в близких отношениях, даже если нет мужа. Она должна любить подружек, родителей, там всех любить, и тогда у нее есть энергия работать. Но если она не имеет близких отношений, то тогда на работе она становится неустойчивой, потому что она пытается на работе близкие отношения строить. А там нет близких отношений, там деловые отношения. И поэтому женщину ранит работа, и поэтому она сначала ей нравится работа, потом устаю, потом надоело, потом ухожу. И это значит, что у ней нет фундамента, не хватает личной жизни у женщины. И она тогда на работе истощена становится, устает от работы. Если мужчина в деятельности слаб, он тогда не имеет фундамента в жизни, ему тяжело строить близкие отношения. Вот мужчина, допустим, в деятельности силен, он такой как бы бывалый такой, у него сильная жизненная позиция в деятельности. Ему легче терпеть жену, легче как бы эмоции ее терпеть, потому что он как бы... Она ему говорит, ты слабый человек, он знает, что он не слабый. Он говорит, ну хорошо, как скажешь. Он себя не защищает, потому что он и так защищен своей жизнью. И она не может его как бы чувствовать, ну она чувствует, что он тоже как бы достойный, сильный человек, потому что мужчина опирается на свои победы в обществе. А женщина опирается на свою любовь в семье, на любовь к детям, к родителям. Мужчина, допустим, ей говорит, ты какая-то такая одинокая, несчастная. Она говорит, я несчастная, не я счастливая, потому что так и есть, она всех любит вокруг, она не несчастная, она не одинокая. Видите, человек должен знать, как он устроен. У человека есть три центра разума психические. Первый центр, они все связаны с душой. Душа — это я, вечное я. Душа соткана из чистоты, из знания, из нежности, красоты, любви, решимости и так далее. Все-все качества хорошего характера блестят в душе, сияют в ней.